всем привет друзья добро пожаловать на обзор паркапа под номером 302 бардак рум или бардок рум кому как больше нравится бардак сейчас не играет поэтому как правильно произносить мы не узнаем в общем то это у нас чистый плазморан с хейстом роутов на карте как таковой нету поэтому собственно просто ее посмотрим и перейдем дымкам тут значит на старте у нас надо плазмить по дуге но нет нельзя облететь с этой стороны даже если мы сделаем гб этого будет недостаточно ты повернуть мы не успеем на 180 в общем то уже в те года бородатые бардак риску предусмотрел какие-то моменты но давайте в общем-то плазмим далее у нас поворот налево тут у нас либо 15 либо из мы этого не знаю у нас не киев все в порядке а что-то там с на голове чуть и того здесь у нас значит просто поворот подъем наверх и уже мы близки к финишу вроде как тут просто плазмим куда дают ну и собственно финиш все такая вот и карта то есть тут роутов вообще нету естественно можно там добавить попробовать сюда куда-то гб это на старт и того да потом можно еще отсюда пораньше чуть отцепиться сделать здесь гб проплазмить здесь гб мы уже не сделаем здесь просто значит на скорости летим как можно ближе к стене здесь кстати говоря из таких моментов здесь лучше всего сделать прыжок и плазмить с более комфортным углом для скорости то есть ближе к нулю да они как-то не вверх себя вот именно сторону тогда все будет хорошо по скорости и тогда собственно будет лучше тайм а так как карта в принципе маленькая очень маленькая и тут будут решать именно углы их правильность их скорость их поставления поэтому посмотрим посмотрим надеюсь меня в этот раз хорошо слышно картинка не должна особо мылиться я очень надеюсь давайте смотреть темп темок много карта маленькая поэтому я устану очень быстро поэтому давайте не будем тянуть она вид player country here 25 и 7 кто это мы не знаем но по плазма уже неплохая лишнего на плазмил это плохо здесь врезался это плохо карта явно была пройдена как бы ну точнее демка было отправлено явно это на пятое прохождение я так подозреваю если же ты просто старался но вот такой вот так я получилось ты напиши чтобы мы плохого не думали о всяких анемит плеера но лучше всего конечно заиметь себе некий страну 24 4 же кассе или же косу не знаю андет клан про все понятно конфиг зерга смени лучше смени братан слишком высоко здесь плазмил потому что потом падать вниз и конечно нужно плазмить себя уже вниз придавая себе какую-то вертикальную скорость здесь угол сразу неправильный хотя он поставил его изначально чтобы потом следующую комнату проплазмить но лучше так не делать потому что поднимался ты очень долго в целом углы неплохие все очень хорошо так римыч и римыч сказал что сменил никнейм все в порядке будет на следующем каком-то обзоре до римыч как всегда лагает вот чуть-чуть вниз себя плазмил это хорошо это плюсик здесь немножко врезался но это в порядке поставил хорошую угол на высоту и собственно ну вы в порядке углы хорошие разве что есть естественно хромает их поставление плюс от старта я думаю на этой карте очень много зависит особенно выку 3 потому что дальше выку 3 как бы ничего никак особо не улучшишь а вот старт как-то быстро сделать это до кузлях 23 6 но на старте не очень хороший угол на самом деле потому что особо вверх там лететь не надо а лишние там 15 уцов ну даже больше по итогу дадут очень много плюсов но ты потолок естественно лучше не задевать то есть нужно по максимально короткой траектории плазморан так как стрейф грубо говоря нужно просто по коротенькой траектории плазмить и пытаться набирать на каждом участке как можно больше скорости вот и все на медплеер очередной 23 5 просто ворст не знаю не знаю кто это но углы относительно неплохие а это джазгеймер наверно какой они а в джазгеймер джазгеймер ник но ответе полазмят потолок хотя можно найти диагональный какой-то угол чтобы не падать и набирать при этом скорость но плазмить в потолок это конечно не очень нехорошо полка но и 23 4 что лучше то слабенько волкановича неплохие углы сразу плазмил себя вниз это хорошо но я думаю что здесь лучшее было бы и позвать себя вниз а набрать скорость на рампу опять же угол для подъема был не самый оптимальный здесь вообще медленно набираешь но плазмят в потолок как бы да лишь бы не упасть на самом деле можно найти хорош угол я думаю мы у ивана да иван прислал мы у ивана я думаю посмотрим как это должно выглядеть а пока мотайте на ус что углы у вас неправильно то я вам указываю да что возьмите потолок плохо потому что вы теряете скорость плазмить в бок когда вам надо подниматься наверх что касается вулканоида и римыча вроде как или вот джекай же касси да это плохо римыч наоборот все хорошо сделала там и снимайки грипп от 34 опять же плазмит вверх да ну то есть я понимаю что так проще я понимаю что так проще так легче но старайтесь старайтесь и плазмить желательно сразу после прыжка то есть мгновенно после прыжка то есть вместе с прыжком неплохой вариант кстати но опять же плазмил в потолок ну то есть нужно я вижу ваш угол я понимаю что вы не сможете маневрировать между стеной и телепортом да вот в этом в этих узких коридорах в конце я вам говорю если что про то что у вас угол неправильный вы плазмите вверх вам нужно плазмить более диагонально то есть нужно но я думаю что короче пакистан мы увидим вот вы видите да углы у всех там по 60 65 короче давайте дальше смотреть и обязательно я укажу вейкон не знаю кто 23 1 вот более хороший угол плазмил себя вниз скорости с рампой нормально не мне пока ничего не врезался вместе с прыжком начинал плазмить и вот опять видите вверх плазмит вверх здесь угол вообще неправильный вообще вот абсолютно неправильный но начало хорошее но неплохо неплохо но вот опять же вы плазмите вверх на плазмаранах ладно бы это было просто я объясню придирку свою в плане карты это же плазмаран тут надо всю плазму сделать быстро чтобы был тайм это не какая-то часть карты где надо чуть-чуть плазмить которая возможно в вашем случае не особо играет роль потому что у вас там хорошие ракеты там или хороший стрейк где-то еще и еще что-то здесь именно нужно на скорость и это нужно понимать и нужно для себя находить в любом случае это не касается типа только про там или только каких-то средних игроков это касается всех нужно просто находить для себя угол сейчас все могут выставить себе углы прицела как у меня выставить и посмотреть потестить проверить какой угол и я вас уверяю что вы 15 минут посидите появитесь с этими углами вы найдете себе угол и вы просто поставите хороший тайм в следующие полчаса чем вы будете три часа дрочится из и перебивать себя на фрейм потому что получился случайно угол чуть лучше в каком-то месте но это на всех картах работают но именно здесь это тоже особо особенно важно 28 керф из китана из китая и окей но свое нижнее крае имеем не только где-то частые a bit high, not for only high, it's a general question for all them, which we already seen pashka. 22,5. Я еще только недавно проснулся, поэтому, если что, нет. Ну, неплохие, кстати, углы пытались, могли быть, да. Видно было зачаток правильной плазмы. Вот, 55. Видите, у человека? 56. Ну, тут немного кривой угол. Тут 58 уже. И под конец, по крайней мере, он поставил хотя бы угол чуть лучше. То есть у всех там по 60 и так далее. Еще не стоит забывать, что не только горизонтально, да, как бы, не у нас, существуют не только горизонтальные углы, еще и вертикальные. То есть, наоборот, не только вертикальные, там, 50-60, еще и горизонтальные. И вот у пашки горизонтальный, если я правильно понимаю и говорю, то у пашки горизонтальный был чуть-чуть хуже. Вот если бы он поставил горизонтальный чуть лучше, он бы перебил и синтекс, я думаю, им разаровал, потому что там очень много скорости, там очень много времени теряешь в конце на этих поворотах. И вы резонно спросите, а какой хороший? Я вам скажу, что нету такого понятия, как хороший угол. Я вам скажу, что вы должны его сами найти для себя. Ну, то есть, он есть, как бы, в каких-то пределах, но вам лучше не вытрачивать скорость поставления идеального угла в этом случае. Вам лучше его найти, этот угол, для себя, этот диапазон, где будет больше скорости. И запомнить его, как выглядит у вас, примерно, как выглядят иглы, где у вас находится худ по отношению к прицелу и все такое. Так, дальше. Поехали. Но, опять же, понятно, что при подъеме только наверх. Желательно, конечно, запомнить и быстро ставить, что там 70-72, да, 69-71 и все такое. Синтекс 22,4 из Воронежа. Опять же, вверх, да, как бы. Я понимаю, что тут проще, но это медленно. Я вам говорю, что медленно. Угол не самый хороший, опять же, слишком рано начинал плазмить в бок. И вот здесь, кстати, получилось хорошо, а вот здесь уже получилось не очень. То есть, один поворот хорошо пошел, и опять же, видите, 67 был вертикальный угол. Это очень-очень много. Здесь столько не нужно. Вы просто на пустом месте теряете кучу времени. Розаров, 22,3. Я понимаю, что у вас нет опыта, если кто-то там горит и говорит, что я еще не умею играть, там, ла-ла-ла. Так я вам и говорю, чтобы вы научились. Я не говорю, что вы, какие плохие, специально у меня плохие углы ставьте. Так. Тоже, видите, 67. Зачем здесь такой угол? Он здесь не нужен. Здесь потолок очень долго плазмил. А вот последний поворот плюс-минус хорошо прошел Мразаров. Нормально. Ковид, кивок, 22,320. На фрейм, на фрейм обошел Мразарова. Опять же, плазмит вверх. Но здесь так не надо, не надо, конечно. Неплохой стрейф. Ну, опять же, вверх, да? Вот здесь уже получше. 57. Я думаю, что в идеале здесь надо врезаться в самую нижнюю часть трампы и сразу поворачивать наверх. То есть, ну, сразу поворачивать в другую сторону. Ну, посмотрим. Посмотрим. У нас есть, слава богу, Пакистан, который плазму очень любит. Он не разбирается. Так, Вовка неплохо поднялся. Пятое место, Вовка. Молодец. 21,8. Так, первое пока... Наверное, здесь начнутся, наконец-то, вменяемые углы. Я, конечно, не эксперт, так сказать, но... Посмотрим. 21,8. Вот. Вот. Вот это старт. Заскинмел получилось. Все хорошо. Поднимается вверх. В бокс. Вот. Ну, конечно, повороты здесь... Ну, я понимаю, что они противные. И здесь угол не очень хороший. Слишком... Горизонтально, слишком... В стену смотрел. Надо чуть-чуть от стены. Надо как бы... Давайте я вам покажу пример-то, да? Чтобы вы понимали. На СТ-1 это вполне можно сделать. То есть, вам нужно... Вот вы плазмите. Давайте я разгонюсь чуть-чуть. Вот у вас должно быть примерно так. То есть, вот где... Где худ? Вот худ. И у вас прицел должен быть примерно... Вот так вот. Как вы стрейфите, вот так же у вас и прицел должен быть, когда вы плазмите. Понимаете? А можно еще и по снапу ориентироваться. То есть, можно... Мало того, что смотреть на худ, еще можно по снапу ориентироваться. То есть, подправлять либо сюда, либо прям по центру вот этой вроде как тоже неплохо. Либо здесь, да? В зависимости от скорости же там худ двигается. Вот поэтому имейте в виду, имейте в виду, потестите. Есть карты там ДКР, что-то... Что-то Лонг Плазма или что-то типа того. Посмотрите на сайте vs.qu3df.org. Напишите вот так ДКР. У вас там будет Лонг Плазма, Лонг что-то Шафт, ЛДЖИ или что-то типа того. Лонг Рокет. Там длиннющая прямая с плазмой. Я не помню там с этой... С Хейстом или нет. Но там его можно вроде как не подбирать. Если хотите просто что-то потестить. Вот, заходите на эту карту, берете себе, ставите любые углы и проверяете, как вам наиболее быстро плазмить в той или иной ситуации именно на скорость. Так, ну-ка из Японии. Йоу, ну-ка. 21,7. Ну-ка не очень хорошая начальность. И не очень хорошая начальность. И не очень хорошая начальность. Но хорошие грузы. Хорошие грузы на плазмой. Я думаю, что это ваша точка, почему вы победите. Вовка, я делал. Абит слабый груз, но быстро. Мучше начальность. И ваша часть после первой плазмой. Была хорошая. Я просто восхищаюсь. 26, собственно, топ-3. Парки-поп у нас открывает на секунду целую. Вот, смотрю, разница просто в углах. Парки-поп ничего не сделал особенного. Просто поставил углы хорошо. Посмотрим. Топ-3. Поздравляю тебя, парки-поп. Ну, вот здесь медленно. То, что сделал еще какой-то. Трэфик. Вот, видите, угол. Ну, хотя тоже, да. Ну, плюс-минус. 62. 56. Ну, тоже, тоже такое, конечно. Но. Но старт очень даже ничего. Старт хороший. Молодец. Прокип-поп. Еще про кип-поп. Почти на секунду перебили. То есть, видно, да, было, что финиш не идеал. То есть, вот, Волкануэд финиш также сделал. Ну, образно. 19,9. Хейс, второе место. Поздравляю тебя, Хейс. Красавчик. Вот уже наиболее качественные углы. Здесь более быстрое исполнение. На стрэйфе. И здесь у нас, значит, Очень хорошо. Очень хорошо. Видите? Видите углы? Он потолка не коснулся ни разу. Ну, на финише. Ну, может, чуть-чуть коснулся, Но это не так важно. То есть, вот. Вот хорошие углы. Можете брать демку И посмотреть примерно, В какой момент и как он плазмит. То есть, он ВКУ-3. Это немного другая плазма Относительно вот этих рампочек. И вам нужно учитывать, Что у вас может При плохой плазме Вас может Не замедлить, Как в ЦПМ, например. А просто отталкивать слишком сильно От стены. И вы будете очень много проигрывать. Поэтому вот вам, если что, Ориентир на хорошие углы. А вот это ориентир на идеальные углы. Я так подозреваю. Сейчас мы посмотрим. Иван. 1,482. Да. 1,488. В общем-то, 18,7. Первое место. Поздравляю тебя, Иван. Тоже, видите, Не совсем прямо под потолок Он со старта плазмил. Понятно, что высота ему нужна. Ну, вот, Стрейк не очень быстро получился. Но я думаю, что здесь у него... Во, вообще, видите, Какой угол он ставит? И как он? Какие кнопки он жмет? Давайте еще раз посмотрим. Ну, это специфика ВКУ-3. Давайте прямо вот В таймскейле 0.5, да? Хотя бы специфика ВКУ-3, Но в плане кнопок, Смотрите, На каждом повороте, При каждом смене, Грубо говоря, При каждой смене стороны плазмы, Он будет сначала нажимать кнопку вбок. И это работает, ребята. Вот, смотрите. Оп, вбок жмет, да? И потом сразу ставит. Оп, вбок жмет. Но это специфика ВКУ-3, Чтобы вас сильно не отталкивало От стены, Насколько я знаю, Насколько я могу понимать. Чтобы вас от стены При смене, При смене, собственно, Сторон Каких-либо, Либо там на 90 градусов Плазмите, Либо по одной стене туда-сюда, Да? Как на этой карте. Чтобы вас сильно не отталкивало От стены, Можно вот такую вот фигню использовать. Жать, Ну, не обязательно, Вроде как, Прямо долго, Но какое-то время, Там, да, В зависимости от Каких-то внешних факторов, Может, Нужно ее Нужно или можно Ее нажимать. Ладно, Молодцы, 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 ЦПМ очень много темок, Давайте по ним тоже пройдем, Бестер-экс-8, 23,6, Ну, тут все понятно, Как-то, да? Тут все ясно, Не, Ну, мы подождем, Мы подождем, Нам-то, Как бы, Че? Нам особо ничего, Нам-то, Че? Нам ничего, Мы стоим, Так, Так, Все, А, Ёпта, Ладно, Мы подождали в два раза больше, Чем нужно, Углы неплохие, Стрейф хороший, Угол не самый четкий, Ну, Угол, Конечно, Ну, Нормальные углы, Нормальные, Скорости достаточно много набирал, Старт, Конечно, Зафейл, В плане скорости, Намедплеер, Опять, Есть, У нас еще, Намедплеер, Нету, По крайней мере, Здесь, Так, 22,8, Так, Нормально, Меня слышно, Хорошие, Собственно, Стрейф, Ну, Здесь, Опять же, Видите, Плазмит вверх, Не надо, Плазмит вверх, Вот, Совсем вверх было, Вверх плазмить не надо, А углы хорошие, С углами вроде, Все плюс-минус справляются, Просто, Единственное, Специфику карты, Видимо, Мало кто учел, Для прохождения, Поэтому, Собственно, Так, Все и произошло, Ой, Извините, Ребят, Я, Наверное, Опять, Заболеваю, Немножко, Но, Это бывает, Это бывает, Ничего страшного, Енот, Каменный, Енот, 22,8, 4, Так, А есть у нас, Лунтик, Хотя бы, Здесь, Где, ГБ, Мы увидим, ГБ, На этой карте, Но, Стрейф, Не самый оптимальный, Зато неплохие, Вроде как, Углы, Ну, Здесь, Совсем вверх, Плазнил, То есть, Ну, Лишнего, Видите, Очень много лишнего, Плазмят, Я понимаю, Что, Скорее всего, У вас, Не хватает опыта, И все такое, Ну, Так, Я вам и говорю, Просто, Я все думаю, Давайте, Объясню, Почему я много, Блядь, Говорю, Я все думаю, Что я такой, Типа, А, Вот это неправильно, Это неправильно, Я думаю, Что, Что я хотел сказать, Я просто, Думаю, Что вы там сидите, И горите, Что, Типа, Вы, Просто, Вы пытались, У вас не получилось, Вы решили делать так, Я понимаю, Я все понимаю, Я же сам был, Ну, Бом, Типа, Я прекрасно помню, Как я учился это все делать, Это было давно, И это было правда, Потому что, Я все прекрасно помню, Я вам и говорю, На чем заострять внимание, Чего, Чего лучше подзадрочить, Вот подзадрочить, Собственно, Углы, И все такое, Ну, Короче, Это, Я оправдываюсь, Я просто не хочу, Чтоб вы думали, Что я вас просто, Хуисошу там, И, Просто говорю, Что, А, Это неправильно, Нет, Это нормально, Просто, Я вам говорю, Как будет более качественно, Более эффективно, 22, Один, Кудрилех, Кузрех, Не знаю, Может я с утра, Такое, Беспокойный, Конечно, Хорошие углы, Кстати, У Кузреха, Но вот, Об рампу, Совсем слабенько, Ударился, Неплохие углы, Здесь тоже, Но опять же, Задевает потолок, Это уже, Медленно, Хотя, Вот, Последний поворот, Плюс, Минус, Хорошо, Было, Так, Я последний, Не последний, Как ни странно, 21,9, Много демок, Много, Так, Поставим в угол, Не очень, Оптимальные углы, Вообще, Почему-то, Плазмит вверх, Падает вниз, Но, Это нормально, Это бывает, Так, Сразу начинает плазмить, Ну, И опять же, В потолок, Да, Ой, 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 Совсем в потолок, Возможно, Кто-то, Внимание, Сейчас будет шутка, Потому что, Бывали люди, Которые, Говорили, Что, Я слишком, Серьезно, Несу, Хуйню, Которую, Я на самом деле, Шучу, Возможно, Кто-то, Пытается, Найти дырку, На старой карте, Проплазмить потолок, Насквозь, Но, Такого, Здесь нет, Это, Не, Сонотик, Извини, Дональд, Возможно, В сонотике, Такое, Возможно, Нет, Не знаю, Ю, Ж, К, Си, 21, 920, Так, Сприджапа, Нет, Просто, Стерпла, Но, В этом, Нет необходимости, На самом деле, Хотя, Выглядит неплохо, Так, Неплохая рапа, Ну, Хотя, Можно, Естественно, Получше, Чуть-чуть, Хороший стрейк, Ну, Плазмил, Не сразу, Как взял плазму, Это, Конечно, Небольшой минус, Углы, Плюс-минус, Оптимальная, Но, Опять же, Приклеился к потолку, То есть, Угол, Когда вы удаляетесь об рампу, Да, Об эту, В конце, Вам угол надо менять сразу, Почти мгновенно, Потому, Что вы какое-то время, Благодаря вашей скорости, Удару об рампу, В какое-то время, Вы будете еще, По инерции, Подниматься вверх, Поэтому, Вы можете сразу, Практически, Сменить угол, На плазмление, В другую сторону, Притом, Поставить его, Намного ниже, Чем вам нужно, Чтобы завернуть, Как можно быстрее, Но, Я думаю, Что мы увидим, Где-то вот там, Мы увидим, Тинайдан Син, 21.8, Из Белоруссии, Так, Угол, Более четенько, Неплохо, Рампа хорошая, На 790, Да, Видим, Прыжок был, После рампы, Ну, Здесь, Как бы, Одно, Одно у всех, Да, То есть, Просто, Повороты, Повороты, Возможно, Многие не понимали, Как это работает, Как это лучше, Эффективнее сделать, Ну, Вот, Мы, Собственно, Обозреваем, Чтоб вы поняли, 21.6, Римыч, Обещался сменить, Сменил, Написал в комментариях, Что сменил, Посмотрим, Посмотрим, На следующих обзорах, Неплохие углы, Нормально, Кстати, На рампу упал, Завернул, Сразу к стене, Сразу плазмить, Хороший угол, И, Вот, Опять, Потолок, На рампе, Да, Зачем-то, Плазмить, Ну, Нормально, Нормальный римыч, Молодец, Не знаю, Почему ты лагаешь, Возможно, У тебя очень плохой интернет, На данный момент, Либо ты где-то там, В деревне живешь, Либо еще что-то, Ну, Я просто, Просто отмечаю, Не знаю, Зачем, 21.512, Quaken, 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 Из России, Неплохие углы, Хорошие повороты, Ну, Опять же, Потолок, Но, Это, Нормально, Нормально, То есть, Карта, Как мы видим, Для прохождения, Не требует, Особых, Скилзов, Плазма, Так, Шарко, Истим, 21.2, Йоу, Шарк, Хорошие углы, Здесь, Без рам, Спасибо, да, хорошие англеры, я имею в виду не очень хорошие англеры, потому что твои тунги между каждым флором и как это было в каждом демо это очень быстрый, потому что нужно изменять англ сразу, ты можешь спросить Дональд и Дональд может объяснить это лучше, чем я, но в общем, хорошие англеры good try 28 волгоноид, любил шарков, 400, неплохо хороший стрейк очень тут пешком много, опять же, заранее поставил угол еще и в бок нажал, но не надо, там же вверх надо подниматься, ну зачем вы так, зачем вы так делаете зачем вы просто мне ножом по сердцу вы мне скребете своими вот этими вот типа заранее нажму, чтобы потом не поворачивать не надо так делать, вам просто надо вверх подняться жмите кнопку вперед и угол хороший, вот и все Вовка, кстати, что-то на кутри получше, да, было? на кутри больше времени уделил, ну ладно, так машу то же самое место, точнее то же самое время здесь ямайки, ну и то же самое место по факту углы тоже не самые оптимальные, ну плюс-минус хорошая ромба, да, здесь сразу плазмил, это тоже важно, потому что карта маленькая ну углы плюс-минус получше и повороты чуть-чуть получше, да, но все-таки, все-таки немного не то, ну нужно с углами ребят поработать всем, всем вообще, я думаю даже у Ивана там наверняка какие-то плюс 100 завалялось и он просто не добил Иван в смысле Пакистан, который если кто все еще не запомнил, что это Иван синтакс 28516, вообще фрейм, да, фрейм к фрейму идут, 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 ну тут уже нет с вайлансом, но тем не менее поехали, синтакс из Воронежа хороший, хороший старт, хороший старт сразу видно надрочил ромба не очень хорошая, слишком наверх ты плазмил на старте и падал, собственно, медленно угол приемлемый, вот, сразу почти меняешь угол в другую сторону, да? да, вот видите, ну вот у синтакса прям нормально получилось, ну на первый взгляд хотя, возможно, у меня уже глаз замылился, я не понимаю, что все так делают 26 вайланс из Узбекистана не очень хороший старт сразу плазмить себя вниз, все хорошо, но нужно чуть-чуть заранее отжимать плазму, потому что вам надо какую-то скорость вам надо от стены отлипнуть от этой перед рампой, чтобы было много скорости а там важно, либо вы делаете два прыжка, хорошую, хорошие углы на финише, но по сути опять же, как бы, ну одна обшивка на всех это важно там, как вы на рампе прыгнете, потому что либо вы делаете три прыжка либо вы делаете два прыжка до плазм ну, условно говоря, да? это очень влияет, потому что один прыжок если кто не знал, если мы режем то убираем из своего прохождения минус один прыжок а мы приобретаем плюс 700 в большинстве случаев конечно, в зависимости от самой карты но тем не менее так, сергикус 23 вот, хорошая рампа получилась сразу плазмил так, а я говорю, там вообще, да, я говорю так нормально, нормально а меня, а вдруг меня опять не слышно а давайте я на всякий случай сделаю еще потише на всякий случай так, я понимаю, что я уже поздно но я сейчас посмотрел на ползунки, которые у меня прыгают и я примерно говорю на уровне плазмы я надеюсь, что у меня было плюс-минус ок, слышно? извините, я тещу я тещу мы придем к идеалу ничего страшного гмуг точка 22 точка гмугу буст от стены ну ты этим пустом не задобришь 6 у тебя о хорош хорош так давайте так если кто-то еще сделал буст на старте неважно от стены или от пола это не приз за оригинальность но учитывая что он сделал это от стены в принципе и если больше никто буст не сделал на старте я бы поставил все-таки импрессив гугл точке плюс у него пока что у первого получилось хорошо сделать один поворот на финише прям вообще отлично хорош давайте так порешаем если видим еще бус на старте той . царя и в нас 6 вовка слабенько цпм конечно здоровый кутри топ-5 хороший старт слишком наверх глаз мил здесь долго падал хороший здесь угол сразу поворот зацепила по-моему немножко но аккуратнее надо тоже хорошие вообще хорошие хорошие повороты тоже ловки все начинается хорошие демки слава богу хорошие хорошие повороты вот примерно так нужно было себя вести так мистер фокс cpm когда 19 5 как он зерк тв так fox ты уволен я говорил наверно уже это я вспомнил что ты уволен уж смени сервер так сказать так прыжок но повороты не самые лучшие я думаю что у тебя в целом были получше углы поставлены но вовка был быстрее так скажем да то есть у вас разница небольшая я думаю что вовка в целом был быстрее на всяких поворотах и технических моментах а тупо на скорости ты его я думаю обошел тупо по скорости а 19 и 1 кибиш ай динозавры хорош очень много скорости очень хорошо быстро упал на рампу ну здесь уже конечно углы так немножко пристал плазмить на нормально это как бы тактический такой этот но опять же по скорости только из-за скорости такой тайп потому что повороты опять же на финише очень 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 не очень так скажем 18 8 кафсин хороший старт но тупал конечно но финиша 5 до финиш конечно страдает хотя вот последний поворот уже хороший получился последний поворот уже хороший молодец все уже неплохо начинается так займ из украины привет андрей я не знаю смотришь ли ты это но напиши хотя бы в комментариях как у тебя дела давно вообще тебя не видно и ну реально как дела я думаю ты меня помнишь я помню твою фотку с гравит сапой я так могу сказать 18 синдзой старые старые дефрагеры подтягиваются когда я начинал товарищ займ просто разрушал мой мозг он очень круто играл ну по сравнению со мной тогда очень хороший кстати плазма очень хорошая плазма я помню ты выку 3 вроде больше играл нормально очень быстро все хороший старт и не за ну рампа вообще идеально да на 900 вылетел так что нормально все отлично короче займ отпишись если что в коментах а мне не знаю где там дискорде ки вы приятно хотя бы как дела у тебя узнать чего п вы бы не знает что такое чего п я говорит не буду я думаю что если вы ему захочет он сам сейчас в чатике на премьере если он присутствует расскажет клево и вы можете спросить у него в комментариях 81 нормально почти 17 давайте посмотрим так извини гмок . два пуста хорошая рампа а я вот последний побоялся да но возможно неудобная сторона такое бывает но вот вот пожалуйста два пуста отличные углы хорошие правда последний поворот на финише немножко видео под засал видимо был плюсик но если бы сделал его так же как сделал первый поворот да то есть очень резко меняешь угол и уже плазмишь начинаешь плазмить другую сторону он бы перевел пузо сто процентов он на потерял на вы теряете на этих поворотах дофигищи времени я вам отвечаю так пусто 17 и 9 настоящий знак пусто так а еще буст а ну все без короче вы все без призы за оригинальность в этот раз но пуза у пуза побольше скорости немного стрейфа и вот и на на участке перед финишем короче в мол смотри если ты вдруг не понимаешь почему пус тебя обогнал у него просто лучше увы и больше скорости просто больше скорости технически ты опять же сыграл гораздо лучше чем пус на плазм как и допустим вовка сыграл технически гораздо лучше чем фокс вот у вас та же самая ситуация просто левом чуть чуть повыше так ладно джазгеймер давайте вверх уже отмотаем сколько там джазгеймер 17 блин неплохо час геймер час геймер 17 нифига джазгеймер 17 хорошие углы плазмил себя вниз хороший рампа на косарик сразу начинал плазмить не ходил пешком хорошую почти и поворот хороший поворот отлично просто москаль красава москаль я знаю ты работаешь с этими ребятами красава ты красава и ребята красава джазгеймер красава прям вот нормально ну я думаю что просто старт был медленный грубо говоря да то есть скорости нужно побольше на старте потому что мы даже внутри вроде как видели или где-то даже в цвм уже видели штампа 1700 разгоняются люди и это тоже очень много дает рейх из 17 3 с бустом поэтому здесь бусты эти не особо важны хорошо упал на рампу но сделал не очень не очень в общем-то хорошо упал на рампу мало скорости было хотя поворот из плазмы хорошие поворот из плазмы конечно хорошая нормально хейст тоже умеет плазмить просто хейст уже старый ему ленито макси все он уже ему там детей пеленки вот это все ему уже не до этого так заквен объявился из беларусь судя по всему 17 3 женёчек хорошая плазма хорошо упал на рампу касать сразу начну плазмить хороший угол не очень хороший здесь конечно поворот здесь получился получше гораздо лучше вот если бы не первый поворот на финиш не первая дуга то перебил бы наверняка зорна потому что но что-то пошло не так да видимо не получилось бывает ничего страшного а демка хорошая с и соответственно а 17 один узор из франции хорошая плазма тоже сразу плазмил хорошие углы вообще сразу ставит угол видите меняет почти мгновенно хорошие хорошие углы но вот он вот он технически получше сделать чем запьем хотя старт вроде бы был на первый взгляд чуть-чуть медленнее и вот собственно вам разница в 200 до казалось бы 200 пустячок а вот и пустячок так fps был дрэйн это у нас с рейн 16 8 единственные топ-3 кто вышел вообще 17 молодцы 16 8 давайте посмотрим топ-3 поздравлять арен тоже с бустом с двумя много скорости но здесь не очень много скорости чуть-чуть ходил пешком это тоже конечно минус но вот плазма безусловно получилось сильно и до плазма хорошая плазма очень даже ничего поздно хороша маска маска это смотришь джаз-геймеру передавай привет джаз-геймер молодец и на скаль второе место 16 с густом с двумя сразу плазмил угол не очень хороший наверх был маска 74 кикнем тебя кикнем маска ну-ка исправь углы а в целом хорошо хорошо хорошая плазма хорошая еще 200 еще до есть и срезал дональд 16 5 из черный play первое место поздравляю дональд молодец без густов пусты для лохов так сказать никутришны очень быстро очень много скорости очень хорошие углы вы посмотрите вы посмотрите хотя последний на финиш поворот был не очень хорош ну и давайте коль мы его на посмотреть давайте здесь так скилом посмотрим то есть чем прикол почему без густов быстрее чем с густом прикол в том что просто плазмить постоянно по стене ты можешь себе задать более правильную траекторию на рампу что и получилось у дональда отсюда такой небольшой плюс ли в целом у него плазма по стене давайте посмотрим ну и пуст тебе дает 800 подождите буст тебе дает 800 и ты тут же эти 800 теряешь у тебя их не было у тебя тут же поворот за спиной делать здесь буст не самый эффективный хотя можно конечно вывести вы какой-то вывести из него плюс там не знаю может плюс полтинничек да ну меньше даже думаю но вы тут же эту скорость у теряйте а поворот поэтому вам выгоднее постепенно чем резко набрать сбросить и потом снова набирать вам выгоднее постепенно набирать и весь по этой дуге давайте смотреть вот он те же 800 вот он хорошо повернул но еще поворот естественно решают 1700 здесь очень хорошо упал на рампу прям вообще круто упал на рампу сразу здесь плазми но многие сразу плазмирно просто выгода хорошие углы здесь мгновенно вообще сменил вот если бы чуть-чуть наверх не начал плазмить было бы еще быстрее из и вот здесь даже наверно первый поворот получился немного хуже чем последний потому что но слишком наверх плазмил бывает но это такое это типа это мы смотрим в таймскейле уже до разбираем при реальной игре это очень тяжело законтролить на самом деле поэтому а лишнего тоже как бы наговаривать не будем итак переходим к результатам результат у нас следующие до 18 демок в кутри 30 демок cpm нифига мы с вами посмотрели отчетом целый час целый час обзор неплохо многие получают плюсовой рейтинг это приятно узле конечно но это и есть система да тут решает количество мест и time поэтому если где-то из 18 демок кузель занимал 17 и получал плюс например на а тут из 32 7 еще разрыв его тайма от первого места зависит вроде как ну в общем-то плюс тоже сыграл не очень хорошо мог бы и лучше если же шанс геймер его перебил не на джаз геймер прям ну красавчик нормально челик просто задрачил молодец ну и в мо тоже хороший тайм ну я для себя вот отметил что очень хорошо вовка в кутри сделал условно хорошо опять же вовка сделал технические cpm очень мне понравился кто кто ну собственно джаз геймер ну и дональд соответственно очень хорошо но конечно можно чуть чуть быстрее всегда можно чуть чуть быстрее это главная проблема дефрага иногда сложно остановиться ты сидишь и дрочишь сидишь и дрочишь ну и в общем то все всем удачи всем спасибо за просмотр ставьте естественно лукасы пишите комментарии увидимся на стриме который скорее всего будет не сегодня потому что я себя что-то не очень хорошо чувствую поэтому спасибо всем кто написал выздоравливай не болей заебал болеть и вот это все спасибо ребят за поддержку стрим наверное завтра и обзор на стрейф уже будет скорее всего завтра либо послезавтра там посмотрим все всем удачи всем спасибо всем пока